В общем, я в максимальном режиме сейчас. Прям вот. Прям вообще? В 105-процентном, да. Виски дома кончилось. Че, чем хуже? А че ж не бесплатно? Че ж не по-братски? Че ж не по-качковски? Железный Iron Brother Hood. Чтобы не делать все одно и то же, надо сделать какое-нибудь непонятное дурацкое движение. Есть машина на Воровал, нет машины Бичара. Волосатый, че как баба, лысый, че лысый. Собор Рома меня позвал, понимаете, я же Прикни Федоров. Простите, пожалуйста. Я хочу свой бренд спортивного питания. Ага, началось. Обычным людям зачастую они нужны. Они покупают там цинк, магний, омега-3, витамины. Умар завтра свою студию закрыть, уехать на Бали и обнимать дерево. Ну давай так, БСН неплохая фирма. Но протеин Синта-6, это практически гейнеры, по сути, просто полная залупа. Производство, находящееся в регионах, они могут в пакет даже срать. То есть да, там, неоценимый опыт и репутация получены, а там, сотни миллионов, они... Я не знаю, ну, че это самое. Да, знаешь, уже типа высказываться на тему допинг-контроля в бодибилдинге, в Федерации ФБФР, мне кажется, уже излишне. Все все прекрасно понимают. И скоро, к сожалению, ФБФР, это вообще моя любимая федерация, я ее обожаю. Я выступал в ней и закончил свою любительскую карьеру в ней, и все было замечательно. Но то, как идет развитие, точнее, была стагнация, а теперь деградация этой федерации, это очень-очень сильно разочаровывает и расстраивает в плане обидности спортсменов. Ну все, топовых спортсменов в тяжей всех дисквалифицировали. Там сейчас выступать некому. Сейчас этот сезон опять дисквалифицировали. Уже остался из хороших. Ну, ушел кто он? Мартынкин в ПРО ушел, его дисквалифицировали в любителях. Данилова дисквалифицировали, он в NPC сейчас будет прокарту брать. А Сологуба дисквалифицировали, он в Элит ПРО тоже будет выступать. Ну, то есть, именно любительская... Артур остался у меня, он не выходил в этот сезон. Последний сезон, да, он сейчас выйдет, и он туда же отправится. Блядь, сейчас я тебе покажу в паре. Я слежу за ним, Бажан остался. Как его, не дергнули на допинг? Его пожалели такие, посмотрели на него такие, блядь, ну это самое. 104. Еще очень хороший. Говорит, а почему я весь сушичу на соревнованиях? Не, я слежу за ним, я подписан на него. Он молодчина. Не, это, блядь, он пахаревый. И то скажу, что все равно, ну мы же постоянно, у него, блядь, были переезды тоже душевные. Бытовые моменты, да. Если бы без них, план был немножечко другой. Он был, ну как бы, поэтому очень понятно, запасы времени, но сильный, я не знаю. Нам надо что-нибудь, о чем-нибудь поговорить, что можно выставлять на камеру. А то полчаса снимает для домашнего архива, блядь. Да, 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 старость таки угораем. Всем привет, друзья. Кстати, да, друзья, привет. Роман Халиулин, Руслан Халецкий. Клуб. Клуб. Клубы. Клубы Спортлайф гостеприимный. Вот. Кстати, недавно был в Спортлайфе на московском гостинице Москва. Слушай, вообще кайфовый зал. Я там не был после реновации ни разу. Короче, я понял, что если хотите знать, как оборудовать зал небольшой площадью, надо приехать и посмотреть. Прям вообще все есть. Притом, что такое помещение, мне кажется, меньше, чем вот здесь. Общая площадь зала до всего. Да. Супер кайфово. Даже есть лишнее. Я слушаю. Это Лигов. Один из самых таких панорамных, красивых на вид залов. И мы здесь с Русланом частенько снимаем. Почему здесь? Потому что это середина пути между мной, между Русланом и Лигов. Хотя, да, хотя мне, по сути, вообще без разницы, где снимать. В целом, последний ролик, который вы видели на канале вместе с нами, это была наша последняя встреча. Вот она опять. Вот. Поэтому регулярность наших встреч вы можете отследить, грубо говоря, в режиме прям реального времени. на YouTube-канале «Генетика» у Руслана. Что? У меня тренировка спины. У Руслана тренировка верха и тренировка дельтовидных. Ну, собственно, все. Я начал свою подготовку. Старты пока через 5-7 месяцев. Я с ним поеду. Тоже начал свою подготовку на прошлой неделе. Вот. У меня кардио. Ежедневное. С утра натощак. Сначала с собакой, потом на велосипеде. В общем, я в максимальном режиме сейчас. Прям вот. Прям вообще? В 105-процентном, да. Виски дома кончилось. Стоит много, но у меня табу сейчас. Вообще ничего. И никак. Собака сделал, кстати. На камеру не попало. Я сделал очень ловко, чтобы вы знали. Она, да, она встала. Ну, она не встала, но я ее ловко поднял на носочки. И даже сейчас не встала. Живут люди с пол шестым, еще и других тренируют. Я тренирую плечи, пока мы разминаемся. Рома тренирует спину. Ну, вот так совпало, что у нас не совпало. Рома подтягивается. Это серьезнейшая заявка на победу. А если кто-нибудь отмотает на много лет назад канал YouTube Genetic, мы там сможем обнаружить видео, наверное, с одной из самых первых вообще, вообще первых наших встреч на камеру в зале, где Роман Батькович подтягиваться не умел. Ну, я умел, просто я не подтягивался. Он не умел подтягиваться. Хорошо, я не умел подтягиваться. Тут спорить в целом бесполезно. Вот. Бесполезно спорить с тем, кто прав. А так в споре, конечно, рождается истина. Не-не, Лех, давай отлистай. А ты можешь найти? Да. Пожалуйста. Да я сам этот ролик ему отлистаю и скину. Тренировка спины у нас в двадцатом году. Это когда еще Серега, по-моему, оператор был светленький такой. Наверное, может быть, был Серега. Он вот с такой хуйю и ходил снимал. Мне кажется, Даня еще был. Нет? Даня Прохоренко, да? Но в эту тренировку спины он не был, да? Мы Дельта вместе тренировали. Это уже следующие съемки были, да? Ооо, Парсла? Да. Парсла раньше очень часто снимал ролики. Раньше. Вот когда тогда и трава была зеленее. Роман, да. Время меняется. И борода была не такая густая. И седины было меньше на ветках. И я не лысый был. И ты был не лысый. А теперь я под станочек каждое утро. И на АМГ Ромка не ездил. И сейчас не езжу. Буду ждать новой АМГ. Все течет, все меняется. Но важно, чтобы что-то оставалось неизменным. Неизменным? Потому что некоторые вещи, которые меняются, очень сильно огорчают. Да. И люди, и их действия. И все, и люди. Да, в целом люди. В целом люди. И все, что с этими людьми связано. Но, к сожалению, так бывает. Но Север помнит. Да, да, да. Когда совершаешь какие-то непорядочные поступки, а в частности совершаешь непорядочные поступки против людей с хорошей памятью и определенным ресурсом, мне кажется, это очень опрометчиво. И я бы не хотел жить и в жизнь наглядываться. Вот мне кажется, это не очень приятно. Я в целом всегда был за человеческие взаимоотношения, а не про зеленые и красные бумажки. Когда людей и отношения между людьми разменивают просто на деньги на раз. На раз? На два? На три? Вопрос, наверное, в сумме денег. Но, блин, мне же тоже за все это... Мне зафига столько не предлагали еще. Мне же тоже за все это время и бренды и спортивного питания, другие предлагали сотрудничество. И не только спортивного питания. И условия достаточно хорошие предлагали. Но тут как бы такое, я не знаю... Ну, нет. И нет. Но еще есть нюанс. А? Вопрос стабильности. Да у меня даже не вопрос стабильности. У меня тут вопрос благодарности. Нет, у тебя порядочность. Ты вообще отдельный. Такой, блин, добрый порядочность, вы бы знали. Это кипец. Она с ним невозможна. Спротивно, да? Вообще догадково. Я недавно был на съемках. Я говорю, ну, здорово, ладно. Заплатили. Ну, у них тоже заплатит. Такой, нахуй дойдешь. Ну, все понимаю. Но, как бы, где тот ресурс, где ты? Не потому, что какая-то меркантильность. Нет. Но, когда ты в себя очень много вложил. Здоровье свое. Время свое на знания. Время на свое развитие. Ну, развитие. Время на свои нервы. Часть своей жизни. На выслушивание всяких гандонов в интернете. В комментариях. В комментариях. Ну, были же и более, так скажем, близкие люди, которые давали большой поток негативной энергии. То есть, через себя Рома пропускает довольно-таки живо. И все это знают и видят. Поэтому, ну, это стоит денег. Я все думаю, что денег стоит только на токарном станке. Болванка выточенная. Типа, ручками поработал. Да я даже быстрее сделаю, чем знание получить. Поэтому, вот я об этом говорю. Надо, говорю, скажи. Вот столько. Если нет, ты ходи сам себе ролик сними свой и все. Больше будет толку. Ну, может быть, да. Ну, я даже об этом как-то у себя в телеге написал, что к себе на канал уже месяц ролик не могу снять. Зато сходил на один канал. И, окей, что за это ты получил? Ну, как? Ну, я не знаю. Ну, в материальном плане, ну, ничего не получил. Ладно, в эмоциональном. В эмоциональном, ну, все равно мне нравится сниматься. Ну, поснимай себе свой канал. Окей. Эмоциональный план закрывается той и той стороной. Отлично. Хорошо. Мог закрыть потребность эмоциональную. С пользой для себя и своей семьей, кстати. Согласен. Что еще получил? Ну, ничего не получил. Ну, что ко мне там пришли тысячи подписчиков. Нет, ничего не пришло. Конечно. Слава Богу, ничего не ушло. Туда пришли, конечно. Не, ну, там просмотр хорошо. Что ты же получил? Класс. Да и бизнес-уроки о том же. Как не делать? Ну, как-то, не знаю, когда знаешь, вот с некоторыми ребятами общаешься, какой-то вот комьюнити, поддерживаешь общение и когда тебя просят, ну, что-нибудь там где-нибудь у них сняться на канале или что-то. Не ко всем, конечно, но большинству с кем я хорошо общаюсь, я не откажу. Не откажу. Да, согласен, может быть, это стоило как-то уже. Ты не отказывай. Да, запятая, но. Не знаю, я пока, наверное, еще к этому не пришел, не созрел. Пока у меня сто тысяч на ютубе еще нету, поэтому пока не буду заговорить. А я же с другой стороны тоже. А если я, допустим, попрошу кого-то там сняться на свой канал, я же как бы, это же тоже, ну, типа… Федорову оплачивал тренировки? Всегда. Да. Ну, карточка привязана, пацану закиньте за его время, а то я потом спрошу. Ха-ха-ха. Сколько ты сейчас весишь? 109 200. Дорогие мои друзья, Рома, кстати, хотел вам сообщить, что на его YouTube-канале, а в частности на его Telegram-канале, ссылка на который в описании к этому ролику присутствует, он будет показывать свою удивительную трансформацию с набором веса до 120 килограмм с сохранением. У меня, знаешь, убрать подкожно-жировую клетчатку, сделать определенные кондиции и уйти в набор, да, и набор сохранять именно вот около приближенных кондиций. Ну, 117 уже было один раз, почти-почти, пока там не начались опять эти всякие. Да куда это было такое, я зафиксировал, вот так вот встал и все, и больше никогда не было. Плакал до 2 дня, и все, и вот там, ну, мне очень тяжело дается набор, ну, очень тяжело. Надо? Ну, в плане, знаешь, цифровом эквиваленте. Надо? Так-то может липнет, не стопочешь. Липнет. Вот, но, блин, такое тяжко. Много есть. И больше заднюю дельту делай. Да, ну, постоянно делаю. Ну, у тебя передняя уже переросла, все, такое ощущение. Вот суть в том, что переднюю вообще не делаю. Ну, ну, что с задней, что она? Нет, есть, ну, просто у тебя передняя уже как грудная стала. Она, блин, как грудная стала, вот такое. Да, там у тебя как будто покатая. Говорю, реально передняя как грудная уже размером. Так она всегда такая, ну, типа, была. Я, знаете, ничего, еще не переросировал вообще. Что делать? Я даже какие-то жимовые движения там выполняю как-то туда, чтобы больше задней уходил. У меня, как раз я сделал здесь, но Рома неплохо подтягивается, хотя вот буквально сантиметр на два каждую руку поуже было бы лучше угол. Вот чуть-чуть, да, вот так, чтобы амплитуда и включение руки, ну, в целом было около хорошо. Немного, но подтягивайте. Что там? БМВ свой увидел. Слава богу, не моя. На эвакуаторе. Да, было бы весело. Чтобы не делать все одно и то же, надо сделать какое-нибудь непонятное дурацкое движение. Пожать, да? Да, пожать этот тренажер. Смотрите, что можно делать. Вообще, это штучка для приседаний, и она очень кайфовая. Но можно в ней делать вот таким вот образом, жим-жим. Кстати, очень завораживающе выглядит движение цепей. Так, смотришь на них, прям успокаивает. Поближе снимет. Прямо красивечно. Ну, и врать не буду. Хорошо попадает здесь в среднюю дельту. Здесь у вас похожие, подобные станки можно применять, чтобы разнообразить часть жимовых движений в вашем тренировочном. Намного безопаснее, чем жим штанги. На третью дырочку не толстый. На вторую дырочку толстый. На третью дырочку нормальный. Я сейчас одену, у меня на вторую будет. На четвертую дырочку соревнования. На пятую дырочку покакал перед соревнованиями. Вообще тонюсенький просто такой. Смотрите. Еще дам тебе телефон и ты поснимаешь меня для телеграм-канала. Я туда стал тренировки постить. Будем развивать телегу. Туда начал вникать и такое ощущение, как будто намного проще вести эту соцсеть. В плане комментариев сразу все там. В плане реакций. Нету какого-то, знаешь, регламента, когда в инстаграм один пост надо. Чаще нельзя. А то охваты не такие большие. Я так заебался с инстаграмом. Поэтому я решил потихоньку трафик переливать в телегу. Ну, невозможно весь транс в телегу перелить. Невозможно, нет. В телеге нет рекомендаций. В телеге только репосты, приглашения. Телегу тяжело довольно-таки прокачивать. Совершенно другая, возможно, более лояльная аудитория. Хотя сейчас я уже понимаю, что у людей очень много начинается каналов. В принципе, телега превращается в такую же помойку. Такую же, да. Много всего. Поэтому, к сожалению, и я, и Ю надо пользоваться всеми платформами. Чем человек более мультиплатформенный, тем наиболее эффективным будет... И везде своя аудитория. То есть взять инсту и ютуб, аудитория вообще просто разница. И самое еще важное. Допустим, вас увидели в инстаграме, не подписались. Перелистали тикток, увидели в тиктоке опять вашу морду, что-нибудь так говорило. Не подписались. Листали в ВК, не подписались. Открыли дзен, хотели найти какую-то информацию, я не знаю, там, блять, не знаю про бмв. И там Роман написал статью про бмв. Не профессиональную аналитику, там, от какого-то гонщика или, да, технаря. А пользовательская, да, что ломалась, что нравится, что не нравится, в чем ощущение. И человек смотрит, блять, я этого парня уже видел в трех местах. Он прокачал, говорил про тачку статья. Какой-то подпишусь. Заебал. Да, то есть максимальное количество встреч с лицом человека мне очень-очень сильно давно, прям, пум-пум-пум-пум, лет, наверное, с пять, а может быть, с семь лет назад. Железный рейтинг. Железный рейтинг. Вася Кузнецов, знаешь, что сказал? Говорит, поначалу, говорит, кто бы не появлялся в медиаполе, этого человека будут критиковать. Все будет им не нравиться. Нос, волосы, прическа, национальность, отсутствие национальности. Машина, отсутствие машины. Есть машина, наворовал, нет машины бичара. Волосатый, чё, как баба, лысый, чё, лысый. Ну, короче, обязательно будешь не нравиться. А по-моему, все равно привыкают. Привыкают, но хейта меньше. И уже даже вставить пример начинают. Хейта меньше или хейт привычной. Лояльность где-то подрастать, человек плюс-минус адекватный. И вот как бы просто регулярность, это супер важно. И мультиплатформенность тоже, она дает свою роль. Да, везде свой зритель, скажем так. Потому что есть люди, которых в Инстаграм вообще нету. А на Ютубе они смотрят ролики. Степенно нет, они не справились. Или не листают Инстаграм. Ну и опять же, Ютуб это широкая платформа для рекомендаций вашего контента. Там для всех вообще. А Инстаграм, если на вас кто-то подписан, то это ваша узкая аудитория. То есть, если они подписаны на Инстаграм, скорее всего и на Ютуб подписаны. Но для поиска расширения аудитории Ютуб, ну как бы это такая прям платформа. Кайфово. Ух. 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 Заметили, да, что я на генетике появляюсь, появляюсь достаточно часто. А вы видели, чтобы хоть раз, хоть на каком-то ролике за все, а были, 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 да. У тебя не было. Ух, если в Польше. Ты у меня был. А, ну в Польше. Потому что Лёг снимал и тебя вылажил. Да, и мы все вместе были, да. А так чтобы Руслан конкретно ко мне подвиснул. Чтобы Рома меня позвал, понимаете, я же Пеликни Федоров. Простите, пожалуйста. понимаете, блядь, конечно прошлый разговор с подкастом закончился чем у нас он говорит, все, давайте все, дали, два месяца пришло а мне что, я еще должен быть еды доказать может нет, ты скажи, когда время ты появился вот сейчас вот, тебя смотрят из прошлого ролика ты появился вот сейчас понимаешь, когда мы в Elite Gym снимали ролик, это была наша последняя встреча, и что вы думаете мы с ним где-то как-то пересекались нет, мы даже прокладки в разных магазинах берем, не состыковываемся я детский центр спортивный открываю вот, видите ребята, если у вас есть детки практически годиков от трех, начиная, вы живете на севере города, то на проспект художников я вас приглашаю на занятия спортивной гимнастикой ваших детей с тренерами, мастерами спорта по гимнастике, там же у меня дочка занимается выполнила, кстати, третий юношеский разряд по гимнастике вот так вот вот, да в возрасте ей 7 годиков 7 годиков третий юношеский по гимнастике уже разрядница вот, думаю, что через месяц будет у нее первый вот а второй? где там? а она проскочит, она будет более сложные движения выполнять два связку рандат-фляг и если выполнит хорошо, то присвоят первый юношеский вот также там батутный центр профессиональные батуты 5-метровые олимпийские в возрасте там до 14 лет можно выполнить олимпийскую программу для старшего возраста не хватает высоты потолков немножко но все, кто ранний возраст по олимпийской программе можно тренироваться вот такая история вот такая история а еще там будет массажный кабинет поэтому также на художников на массаж можно будет приходить теперь вы понимаете как он съезжает подкаст вот в смысле съезжаю? я за мануху рассказываю о том, что приходите кроме на канал возможно когда-нибудь я дорасту до того чтобы Рома меня пригласил посниматься вот нет, возможно возможно мой статус когда-то подрастет когда я Руслану напишу и он отложит какое-то свое делится, чтобы снять со мной контент а ты думаешь я сейчас не отложил делится чтобы снять со мной контент? на твой канал хочешь тебе выложить мне жалко что ли? да суть не жалко или не жалко давай снимем смотри стм я хочу свой бренд спортивного питания началось конкурент началось давай давай смотри нужна позиция допустим протеин грубо говоря 4 вкуса к примеру BCA 3 вкуса условно витаминно-минеральный комплекс витамин D омега и куэнзим вот 6 позиций сколько денег надо? я должен в уме все ему прокалькулировать с точностью но к примеру вот 6 позиций условно мне нужно 2 позиции вкусовые это протеин и BCA по 3 по 4 вкуса остальное все на протеин грубо говоря 3 миллиона хотя бы 3 миллиона это я грубенько сейчас на скидочку прям вот пальцем минимум то есть скорее всего возрастет не факт я не знаю сколько ты хочешь чтобы там было белка и так далее ну допустим 80 процентов он как бы стандартно идет 80 процентов 80 процентов это сырье у APC 80 процентный потом идет 5-6 процентов вкусно-ароматическая составляющая то есть грубо говоря там на выходе мы получаем обычно на 100 грамм 73-72 грамма белка белка если мы рассматриваем почти весь рынок кроме генетика почти все протеины на выходе 60 процентов белка ну почти все делают 60 процентов ну это ты правый да просто полсекунда отвечу аля ну типа ну а что ну смотри по факту грубо говоря конкурент как таковой я ну не буду являться компанией генетик но производиться на мощностях генетик это опять же им им деньги если даже сделать как вот у них допустим дочерний бренд доминант да который он у них также на сайте продается на сайте генетика можно найти доминант можно открыть ветку с моим грубо говоря условно тем же самыми вещами которые также будут продаваться у них на сайте то есть по сути это будет мой личный монобренд на мощностях генетика с их сырьем но с моей вкусовой ароматикой и с тем ну что как я хочу это чтобы было выглядело и все да я Руслану этот вопрос задал не просто для красного словца а к примеру протеин окей мне допустим с протеином почему хотелось бы дойти это самый минимально маржинальный продукт то есть на протеине как такового не зарабатывает никто ничего но всегда протеиновые коктейли протеиновый белок это лицо бренда и от протеина уже все делают мнение об этом бренде если хороший высококачественный белковый продукт то и в целом ну в остальном тоже как бы не сомневаться что касается вкуса это конечно вкусовщина ароматика от самого сырья которое вы будете потреблять это тоже все вкусовщина но в целом это такая у меня идея которая наверное носит не какой-то прям такой коммерческий стиль да что типа зарабатывать на спортивном питании нет просто что-то хочется как будто ну типа такую ну допустим вот чтобы свой тренажерный зал открыть это нужно в него потом вбухивать бабки да чтобы сделать свой бренд спортивного питания нужно только инвестиция по сути и потом эти инвестиции они как через какое-то время окупятся в любом случае но с точки зрения что туда не надо будет вваливать бабки чтобы поддерживать этот бренд вваливать бабки нужно будет на развитие чтобы сделать еще продукт еще пройти сертификацию хотя у них там в принципе есть наверное по этой сертификации можно будет делать вот рецептуру-то основная вот поэтому я задал этот вопрос потому что он мне лично интересен вот и потому что на мощностях генетика на их производстве большинство брендов спортивного питания в России производится так вот вход в протеин три мульта ну грубо это на названное тобой количество на минимальных так скажем это не минимальные объемы замеса но это те объемы замеса которые дадут нормальную цену можно сделать и по 100 кг по 100 пакетиков но у них себестоимость выросит по 100 пакетиков каждого вкуса но будет цена такая что выгоднее сделать 500 пакетиков ну да потому что работает та же мешалка тоже количество времени тоже количество персонала потом та же самая санация очистка всего оборудования тот же самый простой по времени с остальными продуктами это такой же вход большой нет конечно не то есть витамины рассыпать грубо говоря нет витамины сами давай так пакет протеина сейчас в родницу стоит наверное тысячи под две правильно кг ну грубо плюс-минус 300 для 300 для 300 вот грубо да а баночка витаминов сколько в этом 1000 рублей или омега-3 стоит там 700 до рублей соответственно и закупочная цена ниже поэтому 500 баночками гитрите будет стоить там дешевле ну в разы значительно чем протеин протеин дорогая позиция и смотри посмотреть даже у многих брендов даже протеинов нет ассортименте у которых появляются в протеин странного такой более спортивный продукт для людей тренирующихся маршин маломаржинальный этот пол истории обычным людям что они нужны покупают там цинк магний омега-3 и витамины с матрицы новых брендов входящих вообще фитнес индустрию обычно это капсулированные таблетизированная группа здоровья цитруллин и бца аргинин протеин очков большинство брендов не запускают поэтому ну смотри я допустим как вот считаю что ну спортивное питание это прежде всего для спортсменов я как бы вот с этой позиции рассматриваю запуск грубо говоря бизнеса и для меня допустим лицо бренда спортивного питания это именно протеиновый коктейль ну вот какой протеину бренда о том я и буду слагать ну типа по качеству ну давай так bsn неплохая фирма но протеин синта 6 и практически гейнеры по сути просто полная залупа но те люди которые разбираются они понимают что это полная только куча качков выпьют хотя по идее идиоты даже не читают состав составе он такой вкусный говоришь там жир так у них и этот тру масс их гейнер тоже вкусный шоколадный там блять вот такой стакан порошка насыпаешь на литр и просто его весь день можно пить вопрос же сырья качество сырья которые делают протеиновый коктейль и даже сырье стрёмное как можно сделать протеина на этом на молоке да на сухом молоке да ну там разные используются в добавке мальтадекстрин сухой молодому смешивают что-нибудь что было жиденько вкусненько да обычно обычно бренды а не но мы отвечаем за про за качество упрость за качество продукта отвечает производитель ваш сертификации идет и надо да 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 мы отмечаем то что сделано до кого-то да то есть по сути я делаю говно и вам скажу что вы чё ну мы делаем говно по своему заказу то пиздец и получим в итоге монеты то есть те люди которые делают свое спортивное питание на важных мощность мощностях она по сути качественно можно так она обязана быть качественно это ну качественное одно а грубо говоря есть соответствует составу правильно соответствует и состава 100 процентов это что касается количество содержания они допустим вам сказали напишите нам на упаковке типа мы не имеем два процента белка мы напишем а добавить 60 не так нельзя в чем кому-то может а вот нельзя потому что производства находящиеся в петербурге и москве проверяют производства вящиеся в регионах они могут пакет даже срать там просто все хлопают в ладоши что есть рабочие места и там уровень производства примерно на помойке делать им это все прощается здесь такое здесь такое не прокатит тут тебя проверка просто выебит высосит тебя все бабки разотрут порошок и иди дальше питеру и москве нужны деньги регионам нужны просто рабочие места и зарплаты две разные вещи вашими складами пользуются для отзывы и хранения да есть да такое отдельно мы отдельно считаем цену хранения ну как ты на вайлберрисе хранишь свою продукцию также плачешь платное хранение также у нас у шарах который сгорел на это в том ничего не был нас там на небольшой небольшой объем но они все он же будет возмещать зная вайлберрис нет вайлберрис то максимально конченая организация я знаю у тебя есть сотрудник у которого жена держала например на вайлберрисе да очень большое количество своих товаров своего товара да и она сейчас снимает тоже говорился об этом они обещают всем все возместить типа нет вообще товар был застрахован соответственно возврат денежных средств зависит не от вайлберриса и от вайлберриса как от агрегатора но напрямую от страховой сначала будет выплата страховой потом будет выплата выпал вайлберриса страховой будет вайлберрису да а сказал что это склад был не застрахован или такого невозможно застрахованный склад и товар разные вещи застрахованный склад собственность недвижимость у вайлберрис это стены пол стеллажи он не застрахован застрахован а сам товар на складе застрахован за товар выплатят а за склад вайлберрис не получит все понятно Я говорю, у нас в последнее время, заметьте, ролики с Ромой спортивные всегда сваливаются в что-нибудь экономическое. Ну, блин, а зато у тебя Инстаграм открываешь, и там минутная сториз, когда ты рассказываешь какую-нибудь интересную реальную тему. И мне самому просто интересно с точки зрения развития вот этого бренда. Ну, допустим, у вас у кого есть у знакомых спросить вот эту всю внутрянку такую, ну, общими хотя бы фразами. А вот живой пример. Мне есть, допустим. Как бы я пошел на твои вещи работать, вот если бы я был Ромой? Я и хотел тебе задать вопрос. Если бы я был Ромой, человеком с лояльной, высокой аудиторией, и человеком, который обладает высокой степенью ответственности и порядочности, я бы на его месте, наверное, даже не шел в работу через маркетплейсы. И потому что там очень большая седается комиссия, если быть честным. Я бы делал небольшие объемы максимально востребованных индивидуальных продуктов и продавал бы их вообще в кэш. Просто самому. Просто самому. Да, то есть, грубо говоря, ты бы с оборотом там в 3 миллиона зарабатывал полмульта на карман, а с маркетплейсами тебе нужно было бы делать 10 миллионов оборотов, чтобы зарабатывать те же самые 3 мульта. Ой, там полмульта. Вот. Но геморроя больше, работа с карточками, хуярточками, брак персонал открываться. Но, опять же, такое себе может позволить и большинство себе. Ай, ни там, ни там не получится. Да давайте честно, предпринимательство дело такое. Большинству бы я туда не рекомендовал соваться, потому что все вы видите, вам выслушаете, вам показывают истории успеха, успешного успеха. Тачек, бабок, яхты, все дела. И это примерно один из тысячи предпринимателей. А остальные 999 они попробовали, взяли кредит или взяли последние бабки свои и родителей, вложились в товар, потом продали его за половину, за бесценок, потом раздали долги. И все, бизнес закончился. И у меня сейчас руководитель одного из моих предприятий, тоже бывший предприниматель. Сейчас у него арестованы счета с судебными приставами, он открывал пиццерию. Не пошло, бизнес не пошел. По франшизе или свою? Не буду тебе врать, я не помню. Я не сильно вникал. Вот. Избитых летчиков очень-очень много. И никто об этом как бы не рассказывал. И никто не рассказывал, что обострался. Да, да, да. Ну, вот знаете, бывает, в туалет сильно хочешь, и не сдержался, пухнул, а там испачкалось. Никто об этом не ходит, не рассказывает. Да, никто не знает. А ты как бы и не показываешь. И у меня годочка была маленькая совсем, она писала, чуть-чуть не переживала. Вот я ей сказал, что я когда-то тоже уже был, наверное, классе, может, во втором, и безумно хотел писать, шел домой, осталось до дома немножко. Чуть-чуть не терпел письмо. Ну, всякое, говорю, бывает. И знаете, вот я, наверное, блин, я вообще чего угодно в городе, мне вообще пофигу. Я благо достиг того момента, знаете, в жизни. Это независимо от меня. Вообще, блин, сейчас другую расскажу тему. Вот это прям вот космическое. Начинай, я подход сделаю. Короче, ребята, это у нас, как его 500, был в Бодруме, и выступал Артемий Лебедев. Наверное, знаете, это очень известный дизайнер. У него гигантская дизайнерская студия. Вот он там за миллиард хуилионов рублей рисовал букву «М» для метро. То есть, ну, человек прям космический, с синими волосами, реально крутой дизайнер, с крутым восприятием мира, пониманием, вкусом. У него огромная студия, гигантские обороты. И вот Ромка что-то прослушал, ну, и пусть им потом посмотрят на Ютубе теперь офигенную историю. И у Артемия спросили, Артемия, ну, из зрительного зала. Он рассказывал лекцию, рассказывал о том, как он хотел из Америки вернуться в Россию, что ему Америка не нравилась. Когда, говорит, все туда рвались, я хотел обратно. Он рассказывал, как строилась его студия, как он занимается дизайном. Он рассказывал про разработанный его командой искусственный интеллект для создания и брендинга, создания брендбуков, логотипов, дизайна. И когда все закончилось, говорит, ну, давайте, может, вопрос есть из зала. И у него спросили, Артемий, а что вам в жизни доставляет удовольствие? Он долго такой, ну, знаете, я столько уже всего видел, раньше кайфовал от крутых вещей. Картина, какой-нибудь необычный стул, какой-нибудь, может быть, там, дизайн провинциального кафе в каком-то стиле. Сейчас, говорит, я уже столько всего насмотрелся. Знаете, говорит, что мне очень доставляет большое удовольствие, мне нравится, говорит, мягкая туалетная бумага, трехслойная. Так, клево, говорит, ей жопу вытирать. В зал наполовину смеется, наполовину сидит в ступоре. То есть человек на том уровне, когда может реальную дичь выдать, а потом он говорит. Ребята, вы, говорит, не заметили, что на самом-то деле большинство простых, базовых физиологических движений в жизни доставляют человеку удовольствие. Вот тут Артемий Лебедев заявил, что ему нравится какать. Вот такая вот история, понимаешь? То есть человеку уже вообще глобально похер. Он может завтра свою студию закрыть, уехать на Бали и обнимать дерево. Всю жизнь. Причем обнимать дерево, а потом уходить в свой трехэтажный, наверное, пентхаус на скале, знаешь? И будут всю жизнь доставлять туда еду и так далее. И он будет счастлив. Условно, то есть в какой-то момент прикольно иметь возможность говорить честно и открыто о многих вещах. Потому что, когда у тебя такой возможности нет, тяжеловато, и ты думаешь, осудят, кто-то будет недовольный, да, еще что-то. И очень многие там часто не говорят о политике, часто не говорят о религии, чтобы, не дай бог, кого-то где-то не задеть. Сейчас же очень. Мне так нравится, кого-то где-то задеть. Знаешь, что я хотел тебя спросить? Это обязательно тебе нужно будет вырезать и в сторис залить. Смотри, появился новый, скажем так, продукт в компании. Это Way Delicious. Да. Вот. Делишес Way. Делишес Way. Тренер один из филиппов, филиппов, Александр, филиппов. В общем, он делал обзор на этот протеин. Там состав, точнее, как не состав, а, короче, белка там меньше. Чем чего? Чем в Way. Логично. Вот. Поэтому называется Delicious Way. Типа, это просто, как, вот, теперь немножечко расскажи про этот продукт, потому что на сайте я прочитал, и там. Делишес Way. Что это за продукт? Для чего он сделан? Я ранее сказал, что почти весь рынок в России делает протеин 60-процентный. Поэтому, ну, почти любой протеин в России дешевле, чем генетик. Соответственно, мы сделали протеин 60-процентный, который получился по вкусу, естественно, как Синта-6, короче. Он сильно вкуснее. Он вкуснее. И в нем чуть-чуть меньше белка, чем в базовом Way Pro. То есть, Way Pro, пронсит Professional. То есть, максимальное содержание белка в сыворочном протеине. Это наш базовый Way Pro, который остается неизменным. Он чуть дороже среднего по рынку. Он, кстати, самый высокий из всех сывороток по содержанию белка на российском рынке. Это Way Pro. Way Pro, генетик клап. Делишес Way. Делишес, значит, вкусненький Way. Он такой же, как весь составленной рынок. И по цене ниже. То есть, мы заняли сегментацию. И в более дорогом, и в более дешевом сегменте. Поэтому там именно столько белка, сколько должно быть. И как заявлено на упаковке. Это не то, что, грубо говоря, дешевле, удешевленное сырье и так далее. Нет, там просто другой состав, чтобы получилось на выходе белка 60% на 100 грамм. Все. Чтобы это было более вкусненько. Он сравнивал протеин именно Way, где содержание, и сравнивает с делишесом. Мне хотелось бы в комментарии написать, что это типа не те продукты, которые сравниваются. Возьми Way Pro и сравнивай. Ну, человек, понимаешь, он не негативил. Он просто делал обзоры на протеин. Да, просто да. Ну, человек, давай так. Он не специалист рынка спортивного питания. Он просто некомпетентен. И он взял продукт, там написано, и все. Он брал ценовой диапазон, и что в этом ценовом диапазоне он смог... У него там какой-то импорт был, по-моему, даже. Да, импорт был. У него все импортно было. Раза в три дороже стоит, чем... У него был один, там, самый первый какой-то белорусский, то ли протеин, то ли что там, блядь, по чехуня, 50-процентный, по-моему, гейнер, блядь, и 30 грамм углеводов, по-моему, было. Вот он, делишес. То есть делишес — это отдельный продукт? Биотек. Что там еще было? Ну, биотек точно стоит дорого. Скайтек. Вот. Ну, биотек дорого, а во-вторых, они там по 500 грамм вообще пакетики проделят. Можно разные вкусы взять. Так у нас, кстати, 500 грамм не пошли пакеты. Мы тоже делали, рынок не принял. Ну, не пакеты, а баночки были для вас. Ну, не важно. 500 грамм у нас не пошла. Ну, и сама упаковка дорогая. Вот эта баночка-то небольшая. Удельная себестоимость упаковочных материалов внутри продукты при сниженном весе, конечно, большая. Вот. Переведу до простоты. Двухлитровая кола выгоднее, чем 4 по пол-литра. Поэтому она дешевле. Просто иногда, может, там, кто-то не знает, да? Еще вопрос такой. Мне задают его регулярно и на Ютубе, и в комментариях. Когда появится Гейн Про? На сложных углеводах Гейнер. Почему нету в рационе вообще? Два месяца. Через два месяца появится? Скорее, с ним пальцы бить. Звони не появятся. В чем проблема? Сейчас нету МСТ-масел. Вот. МСТ-масла доступны в рынке МСТ-масла на вкус ужасные. Мы сделали партию, получили вот такой объем херовых отзывов. Но мы не виноваты. Качество там хорошее. Но вкус, правда, говно. То есть, с точки зрения эффективности рабочести, да. Но все привыкли к тому, что МСТ у генетика были просто божественные. Самые первые, это было божественные. С кофейком, с утра. Но компания-поставщик в Российскую Федерацию объявила, что Россия является страной-агрессором. Мы им в ответ сказали, чтобы они отсосали хуй. И почему-то мы перестали с ними работать. Почему-то. Не могу разобраться, в чем дело. Не сошись характерами. Не могу разобраться до сих пор. Мне кажется, наверное, что-то с банковскими переводами. Да, да, да. Это этот, когда от системы свиста связали. И вопрос к СТМ. С углевого вопросов. И вопрос к СТМу, если возвращаться. Допустим, ты вот захотел зайти на рынок спортивного питания. У тебя ограниченный бюджет, грубо говоря. Нет, у меня там 50 миллионов, я сейчас ассортимент себе и так далее. Три топовые позиции, которые ты бы, с чего бы ты начал? Сегмент. Блин. Вот ромки сегмента. Ну, типа, ну, спортсмены, наверное. Ну, он знает свой сегмент. Ну, спортсмены, грубо говоря. Спортсмены и те люди, которые занимаются в тренажерных залах. Не профессиональные, но которые с физической активностью такой-то. Не группа здоровья. Не группа здоровья. А денег много или мало? Чтобы сделать полноценно три продукта. Я бы, наверное, пошел по уникальности. Я бы сделал какой-то крутой предтренник. Вот. Энергетик, предтренник, что-то сложное. Достаточно с хорошей маржинальностью, что можно рекламировать. И в чем не будет, грубо говоря, конкуренции, что будет только у тебя. И можно сделать эксклюзивчик такой, да? Через свою аудиторию, да. Это раз. Наверное, два. Я бы сделал то, что must-have. Must-have, наверное, витаминки. Витамины. Витамины, минеральный комплекс. То, что прямо вот можно... Ну, опять же, скажешь, зачем мне брать от тебя витамины, когда я могу в аптеке? Как витамины сделать, ну, типа, уникальными? Вот они, мол, так, допустим. Витамины не сделать уникальными. Ну, то есть, они плюс-минус. Витамины не сделать уникальными, они вообще все плюс-минус. Просто ты говоришь, ну, чуваки, ну, это я сделал, они вообще норм. Лучше 20 я заработаю, чем иностранный перец. Половина скажет, мы ненавидим всех русских, у тебя вообще АМГ, пусть заработает иностранный перец. Смотри, момент такой. Другие скажут, ладно, Ромки закинем, нажили были. У вас есть сертификация определенных продуктов, вот на витамины, минеральный комплекс у вас тоже есть дозировка. Сертификат гос.регистрации. Да, и у вас есть дозировка компонентов, которую вы не можете превышать. Никто не может превышать в Российской Федерации. А если сделать а-ля, знаешь, такой, грубо говоря, андер-витамины, которые не будут продаваться, грубо говоря, это самое. Конечно, нет. Вообще, Рома, для тебя, конечно, ни в коем случае такое невозможно. Я понял. Я тебе рекомендую обратиться к кому-то другому, и он тебе, наверное, поможет с этим. Я даже не понимаю, о чем он говорит. Третий. Это geneticdefizshop.ru. Заходите, пожалуйста. Там вы можете найти очень вкусные витамины и сармы. Рабочие сармы. Все там. Geneticdefizshop.ru. Третий продукт, да. Были третий продукт, у нас продукт. Интегрированный рекламный вопрос. Так, давай подумаем. Я бы сделал что-то, наверное, для суставочек и связок. Ну, а-ля глюкозамин. Связок, связок. Ну, я бы сделал, скорее, что-то а-ля LST Joint, еще продвинутый. Я бы туда закинул еще куркумина, еще чего-нибудь. Может быть, какой-нибудь растительных противовоспалительных легких. Ну, такой продвинутый LST Joint бы, наверное, сделал. В общем, ты бы пошел путем уникальности продукта. Не масс-маркета, а именно уникальности. А я потому что вижу, что в рынок не приходит уникальность. Все приходят и говорят. Рус, что больше всего продается? Витамин D, рыбий жир, витамины, магний. Они такие, вот бабки. И у всех это есть. Все такие, мы умные, Вася, мы будем конкурировать ценой. Обрушили все рынок дружно, никто не зарабатывает. И такие все. Говно, ниша, говно. Не получилось. Не вышло. Все, я понял. И это тоже, ну, может быть, кому-то было полезно. Я вообще строю структуру. Я часто читаю лекции на бизнес-конференциях, посвященные именно брендингу. Именно брендинг дает создавать уникальность, уникальные продукты. Уникальные продукты. Что-то вкусно, что ли? Вкусненько. Кисленько, сладенько, вкусненько. Вот, нормально. Знаете, чего не хватает? Вот сейчас, наверное, большинство со мной согласятся, что в генетике нет напитков. Это могли бы быть крутые. Слушай, честно, не хочется голову ебать, если делать напитки, надо делать самому. Линия стоит дорого, так лень запускать, а работать через СТМ. Вот сейчас фантики заказываются уже, на первой батончике. Прям заказываются фантики. Вот, видите, мы идем. А вы все, наверное, думаете, что все просто. Если я вам расскажу, что такое пусконал, наладка этой линии, нож ебучий, то режет батончик 6 сантиметров, то 14, а стоит норма 10. А его откалибровать еще надо. Он откалиброванный так делает. Потом дюзы, дюзы фигня, которые выдавливаются. Выдавливали через них орехи, а орехи не хотят выдавливаться. Новые дюзы закажи за полмиллиона, а потом их прикрути. А потом шнек, это шнек, который давит. А шнек, зараза, не давит, потому что что-то там с массой, она слишком густая. А какая должна быть масса, блядь, другая, если это протеиновый батончик, это не вода. А длина линии 57 метров. И все 57 метров, сука какая-нибудь, блядь, застревает, не выдавливается, блядь, не режет. И вот тут уже подкрутить, переделать, поменять шестеренки. Шестеренки сменить на цепной привод, потому что они что-то там гудеть начинают, что-то им не нравится. Это у вас этим занимаются специальные сотрудники, которые, ну, к этому оборудованию. Которые с датками работают. Да. Хотя они там живут у вас. Да. Пока не налазят, да, по факту? А там есть холодильные шкафы. Вы их там граните? Я их там забираю. Сука. Мотивация. Лучшая мотивация – это насилие и угрозы. Бизнес-уроки номер 5. Нет, нет. Осуждаю. Осуждаю. Блин, так два года. Два года пролетели. Два года. Просто. Вообще просто. Вот травму я ее только получил. В апреле месяце уже два года будет, как я ее получил. Мне кажется, я вчера в аварию попала, а в поужину такое, ну, вообще, время летит, стареем. А дети какие-то стали? Вообще капец просто. У меня старше уже невеста, блин, 10 лет будет в июне. Вообще просто. Просто вилла. Ой, как это все быстро. Когда в твоем режиме-то я вообще не понимаю даже, когда ты успеваешь жить-то, блин. А я не успеваю, братан. Ну, типа, вот вчера три часа с ребенком провел вечером. Пожил. Вот это так. Ну, да, типа, в сутках три часа пожил. Не, не всегда у меня. Я про это говорю. Да, мне всегда удается. Я иногда при минутах расплю. Ну, а ради чего? Нет, не ради чего, а типа, ты же все равно в перспективу закладываешь, сколько это вот это еще времени. Знаешь, я закладывал это в перспективу постоянно мысли, о сколько еще времени. Оказалось, что мы предполагаем, а Бог располагает. И те точки, когда я думал, что вот тут я выдохнул, они уже все были пройдены по несколько раз, и я не выдохнул. То есть какие-то обстоятельства, происшествия, то есть бывают происшествия, обстоятельства типа коронавируса. Ну, да. Которые откидывают и меняют всю структуру твоей деятельности. Бывают обстоятельства в виде пидорасов, которые берут и кидают тебя. Ну, просто тебя шваркают так, ты типа такой, о, прикольно, мы пять лет работали просто так. Ну, представь себе, такой такой пшш. То есть да, там, неоценимый опыт и репутация получены, а там, сотни миллионов, они... Это немного тяжеловато. И надо восстанавливаться. Да, за счет того, что ты на каком-то другом уровне, ты быстрее восстанавливаешься. То есть то, что я раньше бы прошел там за пять лет, сейчас могу пройти за полгода. Но это все полгода. И вот все эти нюансы, они смещают постоянно. То есть да, когда-то, до начала короны, мне прям казалось, что вот сейчас еще полгода и все. И типа я прям фиксируюсь и все типа... Живу. Даже куплю себе PlayStation. Вот, блин, такие мысли. А сейчас нету времени даже заехать за ней, не говоря уже, что играть не я. Да, нет, нет, вообще, ну, что-то около нереальное. То есть у меня времени на прокрастинацию какую-либо нет вообще. То есть вообще ни секунды нет времени, чтобы позаниматься какой-нибудь фигней. Очень бы хотелось. Этим всем занимаюсь я. Максимальный хуйней. Постоянно кто-нибудь, кто меня этим занимает. Ну, я, видишь, как, я, как, вот, ну, хуйней относительно просмотра всякого YouTube и так далее. Но я, допустим, нахожусь в теме, там, ну, около билдерской тусовки, да. Поэтому я знаю, кто, что, где, куда поехал, что занял, какие, в какой форме, какие травмы и так далее. Надо бы рассказывать обзорчики. Да мы с Лёхой уже... Да уже три года уже про обзорчики. Да, да, да. А он вообще мог бы просто шикарно... Да ему даже не нужен для этого Лёха, ему уже штатив и айфон. Обзор снять вообще порассказывать. Ну, вот мы сняли на Олимпию обзор. Вообще залетел. Вообще залетел. Его посмотрели, блядь, все те, кто не делал обзор. Даже Дмитрий Голубочков посмотрел. Да, да, слушай, да. Обзоры с твоей стороны очень интересны. Если бы мне было интересно послушать про Олимпию, я бы, наверное, послушал тебя. Ну, да. Ну, подчеркно. Потому что ее обзоров там немного было. Да не должно много, не много. Было бы их тысяча, я послушал бы тебя, потому что, ну... Слушать качков обычно не самое дело приятное. Что-то вообще... Дары, которые связано разговаривают, у них... Их мысли не стоят ни одной минуты потраченной на их прослушивание. Ну, у тебя твое время дорого стоит. Мое время пипец дорогое. У меня прайс есть на мое время. У меня нет пока ничего. Очень недавно крутое услышал выражение. Если вы до сих пор не зарабатываете, когда вы спите, значит, вы занимались все время чем-то не тем. Блядь, ну, я не знаю. До этого, наверное, дорасти надо. Вот. У тебя, наверное, тот уровень, когда уже, типа, тебе нужно задумываться об этом. Я могу, я когда болею снимать деревья. Могу. Вот. А у меня такой уровень, когда еще я... Нет, ну ты все равно, уже твое имя где-то работает. Что-то капает. Ну, согласен. Поэтому у тебя, как бы, и как я сейчас ножки мером. Я уже был на встрече, приехал к вам. Сейчас поеду я в один офис, потом во второй офис, потом на встречу. И потом я много-то буду дома, потом я еще вечером одна встреча, и потом я только лягу отдыхать. Так я оставил комментарий. То есть я ножками еще должен буду ходить сегодня тоже, немало. Ну да, это бытовая активность-то самая называемая, блядь. Это я иногда где-то комментарии оставляю по поводу генетика, да. Там где-то что-то увижу у кого-то там под постом или что-то. Я комментирую тоже эти вещи. Сегодня прокомментировал там как раз-таки у Филиппова в комментариях про этот протеин. По поводу того, что, ну, типа, соответствие, что на этикетке и что внутри. Я говорю, ну, понимаете, производитель заявляет, ну, типа, у генетики есть определенная репутация, которую доверяют. Я говорю, если вам сказали, а вы не поверили, как, говорю, компании доказать? Берите, сами сдавайте, правильно? Он об этом и написал. Я говорю, а что теперь? Компания должна предоставлять вам сертификат на лабораторное исследование, чтобы вы пошли и могли его сдать. И он написал, типа, да ну нет, я, типа, верю. Ну, так приятно, что учредитель или что-то такое, ну, типа, лично отвечает на сообщение. Я говорю, я только амбассадор, говорю, генетика. Ну, мне приятно. У меня в комментариях Руслан. Я уверен, что еще мог Филиппов случайно заказать из-за вэй. А в из-за вэй там, по-моему, 85 белка у нас. Ну, и, соответственно, ценовая. Он дорогой, да, он дорогой, да. Но в нем белка гораздо больше, чем и в этом, как он называется, какой-нибудь. Какие были там бренды импортные? Ты говоришь, сайты? Были SkyTech. А, SkyTech и Q&T. BioTech. Мы и BioTech, и SkyTech в рот им с уемка по количеству белка в из-за вэй. У них в изоляте меньше белка, чем у нас в смеси изолято-сыре. Типа, некоторые пишут, что там 92% белка. Такое возможно, в изоляции? В сырье. Блин, можно написать всегда красиво, братан. Так вот, они пишут как-то вот что. Человек смотрит 92% белка. Да не надо смотреть, не надо читать. Мы купить генетик и все. Не купил генетик, иди страдай. Простите себе задать. Или фейк какой-нибудь, или какое-нибудь говно из подвала. Ну вот иди купи генетик, все, ну точно, на качество хорошее. Ну вот прямо даже дергаться не надо. Вот все равно у многих, да, генетик уже сколько на рынке, зарекомендовался бы как достаточно, ну, такой честный производитель, и на рынке все равно недоверие к бренду есть. Да нет, бренды к России в целом есть. Ну, к российскому. Давай так, у нас даже прикол недавно был, делался исследование рынка, анализ по Wordstatus, запросы. Хочешь, запросы есть только на импортные бренды и генетик. Все больше в интернете вообще ничего даже не ищут. Никакие другие бренды, да. То есть мы прям по Wordstatus, то есть прям большое количество запросов имеем. Но опять же, еще знаешь, что я заметил, у некоторых лояльность к бренду спадает, когда генетик везде, они такие, блядь, да я этот генетик заебал, я его принципиально покупать не буду, потому что его покупают все, я возьму какой-нибудь Синту-6 и буду ее пить. Условно, есть же такая ситуация? Да нет, я не замечал. Чем ты больше представлен, тем выше вероятность покупки. Тем более обороты показывают соответствующий рост. Ну, это да. Это объективно, конечно. Цифры, они меньше врут, да, чем... Вот у магазина было в свое время такое, что типа генетик был в каждом магазине, и им хотелось какой-то эксклюзивности. Но это продавец. Бывает, продавцы, ну, вот такие, вот так, за генетиком люди сами приходят, вот даже продавать не надо. То есть в магазин игрался пунктом выдачи. Ну, по сути, да. То есть приходили люди, такие, в морду совали в дверь, генетик есть им? Нет. И человек, который разворачивался, у нас есть другие бренды, им такие, да, спасибо. Я еще в генетике. Спасибо, я за генетиком пошел. Да, там, ну, очень приятненько тоже. Да нет, это все равно такую репутацию за столько лет создать и удерживать. Которые люди приходили, говорят, нужен генетик им. Генетик, знаете, испортился. Возьмите, вот у нас новый бренд. Хуя его не испортится. И мне мои подписчики. Привет, я в таком-то городе, в таком-то магазине. Тут пытаются отговорить от генетика. Ну, понятное дело, что маржинальность у бренда генетика в их магазине меньше, чем если они какую-нибудь импортную хуйню продадут, условно. Или импортную, или подделку, или низко качественный продукт. Да, к сожалению, у нас, знаешь, как, у нас выгодная цена для потребителя. И, наверное, мы не самые выгодные, но не самые плохие по выгоде для магазина. Мы средние. У нас средняя наценка. Есть бренды, на которых можно заработать больше. Магазину, но клиент получит... Но, опять же, у вас же ценник зависит от объема, да. От объема, от способа расчета. Если он заказывает там вот столько, ну что? От объема, от способа расчета. Самый способ расчета – выгодная наличка. Я не знаю, что это такое даже. В конверте привезти наличку. Никогда не видел даже таких денег наличку. Не пользуемся наличкой вообще. А что это такое? Вообще. У меня карточка пластиковая зарплата. Да, да, да. С ИП открытым, да? Что такое ИП? ООО с НДС. ООО, да. С НДС. Ой, блядь. Что ты, когда заправляешься, заправь, тоже про НДС думаешь? Думаю. Думаю. У меня карточка топливная. На компанию оформленная. А, ну вот. Блядь, клево. Тоже хочу тебе карточку топливную. Я в мою компанию оформленную. В айфоне тоже 20% НДС. Здравствуйте. Да, да. А как техника может быть списан. Потому что не все же можно проводить. То есть нельзя в ресторане кушать еще от компании. К расходам это не примет налоговая. А технику примет. Дорогие друзья, я вот с этой стороны и Рома тоже. Ну, по крайней мере, я точно был рад вас видеть. Я не уверен, что из нашего трехчасовой встречи с Ромой можно сделать даже 10-минутный ролик. Потому что половина скучная, половина слишком много, половина нельзя показывать. Ну, типа да. Мы так друг с другом поразговаривали. Просто могу сказать. Но с большущей долей вероятности 25-го числа февраля месяца в городе Москва, скорее всего, в пятом элементе в Москва-Сити можно будет прийти и с нами лично пообщаться. Пока все предварительно. На данный момент только первое число. С чем-то вас поздравляю. Первое февраля. Первое февраля. Последний день зимы. Скоро весна. А поэтому, если ты жирный, то... Скоро весна, а там лето. А там лето. Вот. Чтобы девочки хлюпали приведеть тебя, пора записаться в зал. Вот. Соответственно. И заработать много денег. Если накачаться не получится. Другой пресс поможет. В Москве можно будет повидаться. Покачаться. 25-е февраля. Пообщаться. Да, кстати. Нам надо тогда еще несколько съемочек запланировать, чтобы сразу ехать туда. И семинар, и потом еще остаться там, посниматься. Оставайтесь. Я свалю куда-нибудь. Ну, ты-то понятно. Ваше время дорого стоит. Чтобы просто так его скачками проводить, блядь. Да нет. Я чуть-чуть сделаю. Нам норм. Че? Подкаст сним. Вот. Все. Вы друг с другом. И все. Вы взаимодействованы. Ты говоришь, подкаст снимите друг с другом, и все. Повомни. Все. Видишь, в ролике ты говоришь одно, а сейчас говоришь другое. Что? В ролике ты, что я тебя не зову, а сейчас... Ты просто отнекиваешься, блядь. В смысле? Чтобы я с Лехой подкаст снял. А тебя просто вставить, да? Нейро... Нейросети. Тебя вставили. Мы с Лехой. Ну или меня вставите, да. Давай на неделе на следующую. Все. Говно вопрос. Я понедельник-вторник в Питере. Потом улечу. Я понедельник-вторник тоже буду в Питере. Во вторник. Друзья, палец вверх поставьте. Подписаться. На канал. Там ссылки есть какие-то под роликом. Они все нужны. Ссылки. Телеграм-канал мой, пожалуйста, подпишитесь. Я его пытаюсь развить. Дайте я чуть-чуть поработаю немножечко себе трафика вашего. Там все, все выкладываю. Сейчас очень интересно. Дикпики. Дикпики тоже не свои, чужие, но все равно выкладываю. И ссылку на этого чувака тоже скидываю. За деньги. За деньги, да. За деньги, да. Все, пацаны, всем пока.